Дорогие соотечественники! Сегодня у нас в гостях Сергей Назареев, ученый, историк, исследователь, исключительно добросовестный, вдумчивый, исключительно порядочный человек. Почему? Потому что историю нельзя писать грязными руками. Потому что, если когда делаешь химические или какие-то другие научные опыты, может быть, сажем, можешь там, бог знает, в каких-то пятнах, маслах и тому подобное, то историю делают исключительно с чистыми руками. Что такое история? История, попросту говоря, если перевести из древнегреческого, именно оттуда это слово, это исследование. Можно даже сказать расследование. Причем расследование, которое касается наших предков. Вот мы тут переходим на тему предков. Давайте посмотрим, какой народ, забывший своих предков, забывший их традиции, выжил на этой земле. История таких народов не знает. И наоборот, такие народы, как китайцы, как иудеи, как армяне, и много других таких национальностей, которые свято берегут свои традиции, которые свято берегут память о своих предков, выживают веками и даже тысячелетиями. А у нас, получается, по принципу Иван или Иоанн, раз-два, не помнящий, мы даже не знаем истории наших отцов и дедов. Матерей и бабушек. Казалось, совсем недавно отгремели залпы Второй мировой войны. И вот теперь у нас вот появляется поколение непомнящих, незнающих. Это не их вина. Это вина наших так называемых историков, которые когда-то рьяно служили одному режиму, а сейчас так же рьяно и так же бессовестно служат другому. И так о важности истории, о важности памяти предков, их традициях изучают. Даже Папа Римский сказал, говорит, посмотрите на Европу. Она напоминает ополуумевшую, сумасшедшую, которая забыла своих предков. И это не патриарх московский сказал, а это сказал Папа Римский. О европейцах страшные слова. И вот мы потихоньку так же начинаем вязнуть в этой страшной вещи, в потере памяти. В амнезии совести. Итак, Сергей Назареев. В нашей авторской программе «Позиция». Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, ректор. Вам спасибо за оглашение очередное. И, в общем-то, в вашем таком длинном вступлении вы, как всегда, авансом, наверное, меня оцениваете положительно. Наверняка я грешен, как и все. Мы, в общем-то, но когда речь идет, конечно, о той теме, которую вы затронули, это фундаментальная, глобальная такая тема. Она и философская, и каждодневно практическая. Тут все связано. И житейская, и бытовая, и глубоко духовная. Вот тема, о чем вы говорите. Как с историей у нас дела обстоят? С историей у нас обстоят дела хорошо, Виктор Иванович, в стране. Знаете, все хорошо, прекрасные амортизы. Только, говорит, жучка сдохла. Но когда начинаешь копать и распутывать, оказывается, что украли знамя части. Понимаете, вот мы сейчас в такой ситуации, в нашей родной стране, когда украли знамя части. Раньше ради знамени части шли на смерть спасать. Потому что знамя части – это и есть символ твоей родины. Символ твоей матери, которая тебя родила. У древних римлян это был жезл с орлом. Виктор Иванович. Конечно. В общем-то, тему вы затронули такую капитальную. Вот я, наверное, начну излагать на эту тему свои мысли, Виктор Иванович, начиная с фамильного. Вот вы правильно сказали, что в нашем народе, и не только в нашем, но включая в нашем народе, слабая память о предках. Вот спроси почти любого из наших друзей, сограждан, вы видите, знает ли он своих прадедов. Редко встретишь человека, который хорошо знает память о своих прадедах. Вот мой отец, например, знал своих предков в шестом поколении. Правда, он знал последних двух только по именам. Вот он не знал, но по именам он их знал. Я, к сожалению, вот так случилось, что знаю своих предков только в четвертом поколении. Понимаете, как? Но если говорить о моей семье, например, знал, что мои предки жили в Молдавии. Они родились здесь, они родили своих детей тут. И их отцы и деды тоже на этой земле родились. То есть если в этом смысле, конечно, можно сказать, что история большинства наших семей, она очень тесно переплетена с историей страны, в которой мы живем. И когда мы не помним и не знаем о своих непосредственных предках, мы, конечно, забываем о своей стране. И нам не жалко в таком случае своей страны. Потому что мы ее не знаем. Она для нас не существует. Понимаете? А если мы знаем о своих предках, о их роли в истории. Вот мы говорим, Стефан Великий, Дмитрий Кантемир, Айсан Васильевич Суворов. Между прочим, человек, который в значительной степени способствовал освобождение Молдавии от турецкого игора, он, между прочим, не только российский герой, он в меньшей степени герой молдавского фариклора. Но мы не об этом забыли. Понимаете как? Потому что наш молдавский народ в то время, вот те поколения, конец 18 века, вторая половина. Даже в Бухарестке, в проспект Киселево, и они не осмелились обыкнуть. Даже там. Даже там. Вы понимаете, а вот мы тут как-то забываем об этих вещах. И хочу сказать, что в молдавском фольклоре, когда вспоминают о Суворове, они о нем пишут с такой же теплотой, как о Стефане Великом. Понимаете? Народная традиция. Народная традиция, конечно. Но вот если вернуться к семейным, значит, корням и памяти. Вот один мой дед, Епифана Албу, по материнской линии, прадед точнее, родился еще в 1848 году. Вы представляете, как это вроде бы давно. Но он мой прадед, не так уже давно, как говорится, это было. Как будто бы. Хотя вот 100, уже более 160 лет прошло. Да, скоро 170. И так как он родился? В 1848-м. В 1848-м. Еще не было никакой Румынии. Что вы говорите? Не было ни Сталина, ни Ленина. И Румыния уже. И Румыния не было. Но Румыния, правда, уже была в некоторых головах, в проектах. Правда. Причем при австрийском дворе была. И, кстати, и в Санкт-Петербургском. Да. В основном это было в столицах. А если говорить о молдаванах или в Лахах, то 99,9 даже не подозревали о том, что такое могло быть. Ну, какая-то десятая или сотая доля процента интеллигенции могла мечтать о том, что вот она может быть и будет. Но в проектах, скажем, в Петербурге она была. Время. Так называемая Дакия. Время, многое Дакия. И, по-моему, Французск, да? Второй. Ну, бог с ним, с этим проектом Румыния. Потому что у нас... Нет, это интересно. Мы говорим о памяти. Я думаю, что надо пригласить... Вот нам говорят, что как мы не знаем историю Румынии. Только ее не было. Нет, да, да, да. Все верно. Я просто хочу вам посоветовать, если вы хотите поговорить об этих проектах, пригласите власти Акимчу. Нет, нет, потом. Это сейчас не важно. А в июле месяце он будет в Молдавии, и вы его пригласите на... Светогласчу. Да. Меньший человек и... Да, и вообще, знаешь. И вот я не случайно упомяну его имя, потому что я в своем дискурсе буду обязательно возвращаться и многократно к власти Акимчу, к его трудам. Так вот, мой дед родился, мой прадед родился в 1848 году. Он был участником русско-турецкой войны 1877-1878 году. Он был... Понимаете, я не искал специально, не занимался этим вопросом в архивах следового деятельности. Хотя они должны в обязательном порядке быть. Но вот со слов моей бабки, которой я, конечно, стал, и которая мне рассказала о своем отце. Родовая традиция. Родовая, исключительно фамильная. Вот бабка мне рассказала. Кое-что мама, но больше бабка мне рассказала. Ну, вот он был... С ее слов, ну, может быть, она где-то в чем-то и ошибается, потому что она была безграмотной женщиной. В общем-то. Она говорила, что у служителя москаль. Вот, и типа каким-то командиром был. Значит, я так предполагаю из ее рассказа, что он был офицером русской армии. Вот. И вот что не подлежит ни малейшему сомнению... По твоим голубым славянским глазам такое молдаванина, такое несколько слов. Ну, вы знаете, дел в Молдавии, Молдавании, Молдавании очень сильно перемешались, ассимилировали славян. У нас много... Процессово-экспертных дел. Он стал, в общем-то, стал довольно-таки богатым потом человеком. Другой прадед по отцовской линии воевал в русско-японской войне 1904-1905 годов. Понимаете, вот что было дальше, я не знаю. Что было длубже в века. Просто вот так вот не сохранилась наша семейная традиция этого. Уже все четыре прадеда моих детей воевали против фашизма. Понимаете, вот это... Когда я говорю четыре прадеда моих детей, естественно, что двое из них это по линии жены. Но это тоже наша семья. Понимаете, как? Благодаря браку двух людей родняются семьи. Конечно. Дерево подразрастается. И в этом плане появляется у этого дерева общие корни. Понимаете. И вот я почему говорю о семье и выхожу на то, что... Дело в том, что не может быть истории народа без истории семьи отдельных людей. И вообще, что такое народ, Виктор Иванович? Мы тоже неоднократно говорили. Ведь народ это не то, что сейчас хотят представить. Население той территории, которая проживает... Популяция. Популяция. Популяция или электорат еще называют. В последнем. Вообще произведение. Да. Или же нацменьшинство придумали. Ну, нацменьшинство тоже электорат. Нет. Как назвать людей нацменьшинство? Нет малых, больших народов. Виктор Иванович, я к чему говорю? Вы надо... Опять возвращаясь к Кирпу, я для вами. Вот смотрите, народ это не просто те люди, которые сегодня живут на данной территории. Народ, я уже много раз это говорил, повторяюсь, это не мне принадлежит, конечно, эта мысль, она давным-давно известна, наверное, тысячелетиями, что народ это все те поколения, которые жили на этой земле, это десятки поколений. И живые и мертвые. Как у китайцев сотни поколений. И живые и мертвые. Конечно, десятки поколений, которые жили до этого на этой территории, они не просто жили. Они то, что сейчас в реестрах... Они строили эту страну. Они духовно создавали. Они своим потами, кровью ее обогатили и защитили эту землю. Духовно создавали. Конечно, а как же иначе? И это десятки поколений, которые будут жить в дальнейшем на этой земле. Если мы будем помнить, как вы говорили о своих предках, если мы не станем Иванами, не помнящими своего родства, а значит, наплевать нам на свою страну. Иногда я, знаете, еще думаю, Виктор Иванович, что нынешние наши руководители, и не только нынешние, за последние, скажем, несколько, полтора, два, два с половиной десятилетия, значит, создаются впечатления, что эти люди вообще не уважают не только свой народ, большинство из своих предков не уважают. Они своих предков не уважают. Потому что они не уважают могилы тех предков. Понимаете, мне нельзя... Вот так управлять этой страной, как они в кавычках управляют, это значит обречь на проклятие могилы своих предков. А тем самым детей и внуков. Конечно, ну им плевать на это. Потому что их дети и внуки в Швейцарии или в Германии, или бог знает, куда они их отправили, понимаете, куда-то на Запад, и переводят им на счета деньги. Вот и весь их патриотизм. То есть они превратились сами в непомнящих родства. То есть они плевают на эту страну, понимаете? При слове молдаванина, они морщатся. Они смотрят на эту страну, как на бизнес-проект. Свой времени какой-то. Вот он сейчас денег заработает, в кавычках опять, на самом деле новорует, украдет, ограбит и не видит. Конечно, вот при такой психологии, о которой вы видите, когда люди вообще плевать людям на память своих родителей, своих дедушек, бабушек, прадедушек и так далее и тому подобное, в общем-то им наплевать на всю страну и на весь свой народ. Поэтому тем, которые вы затронули, она имеет в наших условиях, я думаю, не только в наших условиях, абсолютно практическое значение. Я вас в Европе, папа же говорил. В Европе. А давайте вспомним Великую Отечественную войну. Вы говорите, завершилась Вторая мировая война, и сейчас это фальсифицируется, переписывается, видоизменяется. А вот вспомните речь Сталина. Я не фанат Сталина, упаси Господь, у него помогет. Это было в первых главах. Но опять-таки я против того, чтобы любую личность или идеализировать, или демонизировать. Абсолютное очернятие. То есть в этом плане, скажем, роль Сталина... Не будем говорить о том, что он сделал до этого. Будем помнить и знать. Но не тема данного нашей разобретения. Да, но вот мы возьмем период войны. Вот период войны, буквально его первая речь, 3 июня, да? Ведь он обратился к памяти предкам. Седьмого ноября на Красной площади во время парада он, братья и сестры, он сказал, правильно? А вот сегодня... А седьмого ноября... А седьмого ноября... Сергей, вот где оно понадобилось, когда минуты испытаний. А так вроде все же. И седьмого ноября парад, знаменитый парад на Красной площади 41-го года. Ведь он обратился к памяти предков. Понимаете? Начиная с Александра Невского, Суворова, Курзова, Гонского. Вот он помянул этих людей. Это, конечно, национальные герои России, которые в тяжкий... В тяжкий... В тяжкий... В тяжкий... В тяжкий... Они защитили свою страну. Вдав дух людей. В общем-то, в этом... То есть он к памяти предков обратился. То есть это ультима-рация, ультима-тулий, последняя, за что цепляется страна, за память предков. Да, если она... Если она не помнит памяти предков, она погибает. Или возьмем другой пример. Вот возьмем римскую историю. Тоже великая же история. Но осталось истории, а страна, народ исчез. Почему? Потому что... Современные итальянцы это не римлянцы. Да не только итальянцы. Вообще нет такого народа римляне. Понимаете? Почему, Виктор Иванович? А потому что... И современные греки это тоже не Элладу. Но то... Но все-таки кто любит... Но они все... Но то... Элладу давайте не будем все-таки... Но тоже, это другие греки. Но они потомки. Я их видел. Они их... В любом случае, это их генетический... Они ждят, помнят, как и итальянцы или... Давайте о римлянах. Вот пример в контексте, то... Там тема, которую вы заявили. Вот возьмем римным. Ведь продержалась эта держава более тысячи лет. Она стала мировой в тех условиях. Значит, как минимум тот тогдашний европейский мир, ближневосточный мир, очень хорошо знакомый, близкий нашим европейским предкам, он был весь объединен вот в этой державе, римской державе. И она исчезла. И она исчезла очень быстро. Понимаете, когда... За полвека... Как только духовный стержень-то теряли. Как только они забыли о том, кто они такие, кто их предки. Когда они посчитали, что главное, вот то, что внушает сейчас нашу... Это сладко есть и сытно спать. Понимаете как? Сладко есть и долго спать, да. И, в общем-то, не расти детей, помня своих предков, которые строили эту самую функциональность. И заботясь при этом о своих детях, о будущем. В общем-то, жили сегодняшним днем, работать не хотели. Ну, вот примерно, они... Деньги, власть, развлечения, удовольствия. Самое главное, что они жили теми, в кавычках, ценностями, которые сегодня пытаются... Которые их предки заработали. Нет. Нет, я хочу сказать, давайте мне договорить. Они жили теми ценностями, в кавычках, я закавычиваю, которые сегодня нам пытаются внушать самые европейские европейцы. Понимаете? Вот не люби свою родину, не нужно любить своих ближних. Ты гражданин мира, никто. Это еще гражданин мира, ты в любом случае гражданин. У тебя ответственность перед миром, Виктор Иванович. В конце концов, не все должны быть гражданами мира. Но вообще тебе наплевать на весь мир. Какой можно? Тебе наплевать на весь мир. Ты живи, радуйся жизни сам. Ешь, пей. Гуляй. Гуляй, да, получай удовольствие. Понимаете, вот к чему все сводится, если отказаться от памяти предков. Сергей, можно... Давай по поводу римлян, я не знаю, не угадаю. Вот по поводу римлян. Понимаете, вот как воспитывали римлян, а на памяти предков, Виктор Иванович, начиная от ровно загружнуться, мифических этих предков, но на их памяти формировался народ, государство, ментальность, ценности, цивилизация. Образ действия. И вспомните такой пример. А у тех же, скажем, спартанцев, когда... На памяти предков формировали народ, да. И не только вот на конкретных, скажем, вот исторических именно таких эпизодах борьбы с персами, 300 спартанцев, но вот даже на каких-то вроде бы частных случаях, когда мальчик был атакован лесой, лиса его загрызла, разгрызла ему живот. Было это или не было, Бог знает. Но на этом воспитывались десятки поколений спартанцев. И мальчик не пролонил, не пролонил, даже не прослезился. Чтобы не креплый тормоз. Он вымер, конечно, в ужасных муках, он даже не прослезился, потому что это было не по-мужски. Вот на таких примерах воспитывали. А римлян на каком примере воспитывали? Когда... Вот вы видите, с Цибула, да. Его взяли в плен, этруски, и он положил руку на огонь, и этруский царь уехал, и говорит, что ты делаешь? Он говорит, я наказываю свою руку, что она не смогла удержать меч и заколоть тебя. Понимаете? Конечно, никто сейчас не должен воспитывать детей в духе ледовости, конечно. И готовить их, скажем, к тому, чтобы кого-то убили. Возьми, Господь, чтобы я не был неправильно понят. Дело в том, что без таких примеров героизма наших предков нельзя построить нормальное общество сегодня, процветающее общество. Потому что без ответственности перед предками не может быть ответственности перед настоящими, тем более перед будущими. Да вот я бы хотел сказать. На основе истории воспитывается ответственность. Понятно. История ведь не только воспитывает то, что не совершает каких-то практических ошибок, которые просвещали. Да, понятно. Это не только. Но в первую очередь история воспитывает ответственность. И дух, конечно, любовь к родине. А это есть ответственность. Чего нет у наших абсолютно руководителей. Так вот, Сергей, вот то, что я хотел сказать, чуть было тебя не перебил. Вопросы в римских примерах, в примерах античности. Вот смотри, ты произнес очень глубокое, может, одно из самых сильнейших слов, которые делают человека человеком. Известно вот из всех животных, высших приматов. И вообще, среди всех тварей господней, как говорят, только человек заботится о своих родителей. Нету животных, которые бы заботились. Нету. Потому что, с точки зрения биологической ценносообразности, они репродукции сделали, до свидания, отмерили и так далее. А тут вот человек. Почему это? Отсюда, любовь к родителям, идет любовь к дедушкам, и дальше к предкам. А еще дальше. Вот что отличается. А еще дальше, Игорь Иванович, к своему будущему. Конечно, потому что без прошлого не бывает в будущем. Проекция назад. Так вот смотри, что интересно. Ты произнес слово «ответственность». Вот это слово, то, что отличает человека от скотины, от животного. А теперь давай посмотрим. Ответственность. Скажи, пожалуйста, холоп, раб и никто, он может отвечать за свои поступки? Нет. Он не свободный, мы приказали, но приказать, что с него возьмешь? Только свободный человек несет на себе ответственность перед другими и перед собой. Значит, что у нас получается? Получается, что ответственность – мать свободы. Это нужно получается. Поэтому и народ не может быть свободным, и страна, и рынок не может быть свободный, и рынок рабочих мест, и товаров и услуг, и какие политические рынки. И если нет, то свободы. А ответственность начинается с ответственности, как ты правильно сказал, перед бабушкой, дедушкой, перед всеми остальными. В общем-то, я так глубоко не буду. Вообще, Сергей, давай не кокетнейши. Ты вот всю жизнь, насколько знаю, ты только и занимаешься нашими вредками. Ты историк. Давайте, давайте, да. В чем же ты занимаешься? Вот и говори об этом. Вот давайте об этом. Вот давайте опять к Богославе Кимчу Боруслову. Давай вернемся. Расскажи телезрителям два слова о том, что это за великий человек. Я его великим называю. Как минимум, выдающийся, бесспорно. И человек, которому мы можем... На нашем беде великим. Вот мы поговорили о русских, о римлянах, о греках, а теперь давай о молдаванах. Давай, давай. Значит, и говорим, конечно. Но вот конкретно, кроме Стефана Великого, больше ни одного имени и не помянули сегодня. Да, так и ладно. Хотя наши предки, мои, ваши, они наверняка были в его войске. Понимаете? Без этого Молдова не выстояла. И не только мои ваши, а всех наших телезрителей. Но фамилии у нас какие? Ты понимаешь, говорила? Наши фамилии разные. Нет, ты помнишь, казак, лысый. Все правильно, все правильно. И, в общем, к чему я введу это? Что в нашей истории, в Молдавской, есть очень много славных страниц, на которых можно воспитывать нашу молодежь. Вот этим мы пытаемся заниматься. И этим нагрешим. В этом контексте я хочу сказать, что Владислав Якимович Гросу, давайте несколько слов про него, этот человек уже более трех четвертей века, он один из наиболее крупных российских и молдавских историков, ныне живущих, он сын первого президента Академии науки Якима Сергеевича Гросула, который в буквальном смысле слова является основателем Молдавской. Нашей науке молдавской. Он ее создатель. Свообразный Ломоносов, если хотите, молдавский, вот такой из народа вышедший и ставший крупным ученым, организатором науки, вот это вот важно. Вот не просто крупный ученый, вот его сын, вот его сын, может быть, как ученый, значительно выше отца, я имею в виду Владислава Якимовича, а тот организатор в Молдавии таких. И улицу его переименовали. Где же память? Вот это и льваны, не помнющие рассказы, особенно бессовестные люди, конечно. Потому что они хотят уничтожить эту страну. Понимаете? Так вот, Владислава Якимовича более 50 лет, он уроженец Молдавии, уроженец Приднестровья. Большую часть детства провел все-таки в Молдавии, в правобережной Молдавии, в Кишиневе. А что, Владислава Мемаша? Нет, я, имею в виду, родился там, но большую часть детства уже провел тут, в Кишиневе. В общем-то, с 25 лет он уехал в Россию. Но все, что он писал и работал, все было связано у него с Молдавией. Прямо или косвенно. И вот для наших телезрителей я хочу также увидеть, что Владислава Якимовича является одним из немногих, буквально несколько человек на пространстве СНГ, которые имеют ООНовский орден имени Авицены за выдающиеся заслуги в развитии мировой науки. То есть, в прямом смысле слова, мы можем гордиться этим человеком? Да, Авицен это один из величайших. Ну, это, по крайней мере, на уровне ООН является свидетельством твоего высочайшего научного пара. Авицены на уровне Галилея, Кепеля, это один из величайших ученых. Жил раньше их. Жил раньше, это твоя великая Авиценна. Вот, так вот Владислав Якимович все, что не пишет, он пишет прямо или косно, связанно с Молдавией. Или с нашим регионом. Он специалист по юго-востоку Европы. Но любую свою работу, его работу откройте, и вы найдете там страницы о Молдавии. В обязательном порядке. И вот сейчас мы готовим к изданию небольшую его работу. Она называется... Вот точное название я, может быть, и запамятовал, но по смыслу. Не важно. Обязательно. Рабочая название. Это Молдавание в российской истории нового времени. Интересно. Это, значит, начиная примерно с конца Средневековья, уже позднее Средневековье, и 1917 год. Но вы понимаете, что 1917-18 год является переходным от нового к новейшему времени. Поэтому многие люди, которые проявили себя в конце нового времени, то есть в начале 20 века, они действовали и в межвоенное время. И некоторые из них дожили и периода после Великой Отечественной, после Второй мировой войны. Поэтому, в общем-то, это книга о наших предках, наших молдаванах, которые, в общем-то, прославили и Молдавию, и добились выдающихся результатов в разных областях человеческой жизнедеятельности. В науке, в культуре, в военном деле, в технике, в экономике, на территории России, в дипломатии, в культуре, в литературе русской. В организационной. Во многих областях. Понимаете, мы готовим эту книжку к изданию. Я надеюсь, что обещал, в общем-то, хочу тоже телезрителям заявить о том, что обещал поддержать ее издание Игорь Игоревич Дадон. Так что мы надеемся, что она будет издана. И это еще один, как бы, можно сказать, шаг к сближению. К нашему уходу от беспамятства. И, конечно, к сближению с Россией. Да, и бесспорно. И с нашей родной Молдавией. С дождем многое нас связывалось, что вот так наплевать. Вы знаете, вот, когда мы, вот, даже я вот не случайно, вы начали разговор, я упомянула Суворова, Донского, Невского. Ведь не случайно это, потому что наша молдавская история очень тесно связана с российской. И если бы не Россия, Молдовы не существовало бы. Поэтому у нас в значительной степени общая история. И молдаване очень серьезно себя проявили в российской истории. И более-менее, между нами говоря, и Румунии бы никакой не было. Не было бы. И Болгарии бы не было, и Сербии бы не было, и Греции бы не было. Совершенно верно. Он сказал, что всех бы их турки вырезали. И греков начали первыми резать. Если бы не Россия, то их бы вырезали бы всех. Тогда, в 20-е годы, 19-е годы. Как потом геноцид армян. Нет, так был геноцид греков. Да, а перед нами был геноцид греков. Буквально, смысл и слово. Да, так к чему я? Значит, вот один эпизод. Вы знаете, и молдаване спасали русских, и русские многократно спасали молдаван. И вот первая такая реальная связь, конкретная связь между Молдавией и Россией, произошла в конце XIV века. Если меня память не знает, в 1389 году, уже после Куликовской битвы, когда Дмитрий Ивановской распространил татар на Куликовом поле. И вот его старший сын Дмитрий, Дмитрий Васильевич, бежал из Орды. Он был все-таки заложником в Орде. Ну да, так принято было. Хотя русские одержали победу Дмитрий Васильевич, но зависимость государства от Орды, она все равно осталась. И вот спасаясь, Дмитрий Васильевич, сын Дмитрия Ивановича, бежал из Орды через Молдавию. Он здесь был очень хорошо принят, понимаете, и с почестями, и с подарками, и с охраной отправлен в Москву. Через Литву? Ну, а по другому. А по другому. И, в общем-то, наверное, тогда и впервые завязались связи между нашими народами. Это тоже нужно помнить. На уровне родства уже. На уровне, в общем-то, скажем так, каких-то хотя бы знаний о том, что существует. Я имею в виду какого-то родства, не в плане родства, там, несродненности. Когда твоего сына спасают, это второй отец. Это наследие второй отец, да. Вот в этом смысле вы сто процентов правы, конечно. И вот этого тоже не следует забывать. Ни нам молдаванам, ни русским, да и всем остальным, понимаете. Далее, значит, в период Стефана Великого был династический брак. Кстати, кто был первый официально, Карамзин пишет об этом, официально венчанный на царствие. Не великого княжества, а на царствие. Первый выходит венчаным на царствие в истории России. Волк Стефана Великого. И, конечно, Ивана Третьего, тоже великого князя Московского. Царей Ведмитрия. Дмитрий Иванович, сын Ивана Ивановича Молодого, сына Ивана Третьего. То есть он был внуком Стефана, внуком Ивана Третьего Великого. Да, и трагичная судьба у этого человека, в результате придворных интриг. Ну что, Асофия, палеолог, византейская, принцесса. Да, камарная принцесса. Да, он же византейцы. Ну и уж бог с ними. Но, в принципе, я к чему говорю, что вот связь, не связь человека, когда мы говорим о русских предках, мы можем их понимать в какой-то связи и с нашими предками. Они были связаны. Все переплеталось. Скажем, вот правящие семьи в двух государствах породнились, а не только благодаря браку Елены Ивана Ивановича Молодого, сам Стефан был женат на киевской принцессе из рода близкородственного московским. Это гостя, понимаете, да. Тоже Рюриковичи. Но даже дело не в личных вот этих отношениях. Хотя это очень важно. Хотя это очень важно. Особенно в те времена. Особенно в те времена. Ну, если это были правящие династии, то это была самая высшая степень межгосударственного сближения. Да, в случае, да. И это, как, например, сегодня самое, что на есть, суперстратегическое партнерство и союзничество. Да, но вот... Кстати, о роли семьи в истории. О роли семьи в истории, конечно. И вот Сергей, у нас остается... Вот мне наши операторы показывают мало времени. Скажи, пожалуйста, что бы ты хотел сказать нашим телезрителям сегодня? Мы еще будем не раз встречаться. Вот какое у тебя складывается впечатление, ну, так вот, как ты считаешь, о важности правильного преподавания истории. Чтобы оно было духовным, чтобы оно было честным, чтобы оно отражало дух наших предков. Дмитрий Иванович, вы... Что надо сделать для... Что люди могут сделать? Мы видим, что эти дамочки... Люди? Одна вот сейчас кандидат в президент, а другая непонятно, во что... Им наплевать, наплевать историю на... Им плевать. Они сдать готовы. Они уже давно сдали. Их и прислали сюда для того, чтобы сдать. Дело не в них. Вот дело в нас. Вот что может сейчас сделать простой человек? А он должен пойти 30 октября и правильно проголосовать. Понимаете как? Проголосовать за тех людей, которые будут стоять за эту землю. А не которые заведомо согласны за то, чтобы... Вы списали ее. Вы понимаете? Они же хотят вообще списать. Вы знаете, когда тебе предлагают вместо чести трелку с похлебкой, понимаете как, чтобы ты был сыт. И тебе говорят, вот в этом твое счастье. Будь уверен, что ты останешься скотом, да, в любом случае... Но при трелке... Нет, но при трелке в один момент тебя потом от нее оттащат. Тебя от нее оттащат, понимаете? Они просто уберут его пинком. Поэтому надо в первую очередь блюсти свою честь, понимаете? Надо избрать нормальное руководство. А честь идет от предков. Которое будет защищать национально-государственный интерес вот этой страны. Правильное голосование. И вы знаете, тут еще такая максимум... Когда-то классик говорил, что всякая революция хоть что-нибудь стоит, если умеет себя защитить. И тут и любой народ хоть что-либо стоит, если умеет себя защитить. И своих предков защитить. Поэтому, в общем-то, все переплетено. Память предков. Родная нормальная история. Правильная история. Вот так, как было. Нам не нужно ничего придумывать, Виктор Иванович. Предал предков, предал себя. Не надо предавать своих предков. Вот и все. И тогда у нас будет будущее. Замечательные слова. Ты, как сказать, вот это... Не надо забывать своих предков. И тогда ключевое слово у тебя будет. Будущее. Достойное свое достойное будущее. Спасибо большое. Спасибо, Игорь Иванович, Вам. За участие в передаче. Спасибо за столь... Вот помнишь, что я говорил, что ты человек конкретики, ты исследователь. Ну, я так смотрю, ты поднялся до уровня такого философского... Да, нет, 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 на Вашего детства. Поставьте мне спокойно. И даже не собирается этого делать. Да нет. Ваш педестал, он важный. Да нет, я говорю, блестящее. Большое спасибо. Спасибо Вам. Дорогие соотечественники, у нас в гостях, как я Вам не раз говорил, был замечательный исследователь, блестательный историк, кстати, награжденный за это российским орденом, из рук российского президента, а там умеют ценить свою историю. И слава Богу, что вот наш соотечественник... И вот он упомянул Сергей Гроссова, сына нашего знаменитого Гроссова, основателя Академии. Этот человек продолжает писать лучшие страницы молдавской истории. Молдавской, в смысле, нас всех, здесь живущих народов, всех национальностей, у нас у всех общие предки, у нас общая история, у нас одна единая страна, и у нас должно быть одно единое будущее. И как сказал Сергей, мы не просто популяция, мы не просто тут какие-то векторат, реестровый. Мы граждане этой многонациональной страны. Поэтому решать свою судьбу должны мы все. И решать ее именно народным, не демократическим в этом понимании, а от слова демос, народ, кратия, правление. Вот именно демократическим путем. Желаю всем вам успехов, счастья, берегите себя и будьте бдительны. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова